итак всем привет вам на моем канале о вязании сегодня будет видео промежуточное по моим продвижениям по процессам и какие-то еще вязальные новости которые у меня накопились за прошедшие получается 10 дней на самом деле чуть меньше я снимаю 19 вечером да потому что завтра мы будем целый день в разъездах и возможности снимать видео у меня скорее всего не будет я решила что поскольку я решила что поскольку завтра у меня скорее всего не будет не то чтобы времени снимать но и времени вязать потому что мы будем проходить комиссию в поликлинику с ребенком в школу и потом поедем на поиски ему обуви вот поэтому сегодня я решила к концу дня до уже снять это видео чтобы максимально больше продвижение вам показать и помимо того что у меня тут вяжутся до новые процессы какие-то возможно готовые работы я вам еще покажу новую пряжу у меня есть подарочки и не только пряжу и еще будет один у меня текущий процесс не связаны с вязанием но тоже очень интересно значит я если честно уже не помню что показывала вам в последних видео вы скорее всего смотрели болталку о моем скажем так продвижение до нефритового платья я рассказывала оставлю вам ссылку на то видео рассказывала о том что решила я временно приостановить процесс нефритовым платьем там я уже начала вывязывать реглан но не могу из-за того что сейчас у меня уже довольно большой живот да не могу правильно посадить на фигуру платье у меня нету мерок да то есть я когда его начинала вязать я прикидывала на себе как-то там а сейчас я ничего не могу примерить потому что талии как таковой нет вперед торчит беременный животик и ну ну никак поэтому я решила чтобы мне потом чтобы мне сейчас не довязывать я бы как и потом не перевязывать я решила что лучше сейчас этот процесс отложу и потом уже когда рожу немножко сброшу без который там вдруг что-то приклеится все-таки ко мне да тогда уже буду заканчивать с тем процессом так будет лучше все равно я сейчас и носить это платье не смогу даже если бы его закончила потому что ну просто не налазит на меня так давайте тогда поговорим о процессах текущих у меня есть и новые процессы есть и процессы которые вы уже видели мне кажется что они все немножко подвигались ну в общем я старалась вязать каждый день и у меня было по моему всего всего наверное один день когда я не вязала когда было очень много дел по дому а плюс помогала мужу постройки плюс что-то там еще и в общем как-то не удалось повязать так все остальные дни я вязала в последнее видео снимала по моему 11 августа и начну я с процесса ананасного платья вот не помню в прошлом видео насколько она там продвинулась а наверное с зала пояс значит ананасное расклешенное платье по которому я снимаю в данный момент мастер-класс первая часть как связать топ и перейти уже на вязание юбки есть на канале вторая часть уже тоже есть там мы провязываем уже исключительно юбку дайте посмотреть что вам показываю выше уже камера не поднимается и поскольку сейчас пол шестого вечера то мне сюда в мою сторону светит солнце поэтому я закрыла шторкой цвета будут искажаться такое чуть-чуть темное видео я немножко его в редакторе вытяну до осветлю но поскольку это не мастер-класс и не какой-нибудь там обзор пряжи то будем просто болтать значит у меня давно связан топ до по имеющемуся мастер-классу и мне нужно было начать вязать и снимать юбку расклешенную юбку схема нашла в интернете там правда схема от салфетки мне такая широкая юбка не нужно поэтому по ходу работы я эту схемку подгоняю под свои предпочтения иначе здесь в два слоя не видно вот так сделаем получается у меня вот такая юбочка то есть здесь ананасики здесь ананасики они чуть-чуть отличается визуально но за счет того что вот такие вот как гусиные лапки у меня почему-то ассоциация с этим узором здесь и здесь да немножко все-таки узора перекликаются во второй части там с 3 по 15 ряд я решила что каждая часть видео будет рассчитана на 12 рядов и сейчас вот я сегодня начала снимать уже третью часть видео первые три ряда сняла завтра планирую снять следующие три ряда на это время я найду как не каруси это не так сложно можно найти время подойти на пять минут к столу отснять провязывание да и потом целых полчаса мне нужно на то чтобы провязать или нет немножко меньше надо чтобы провязать оставшиеся рапорты значит у меня в работе пряжа лизы дива baby цвет 185 пока я помню еще у меня в работе 4 мотор 2 у меня ушло неполных на топ 1 здесь уже вот от талии пояс и часть юбки и вот я присоединила моточек только что взвешивала здесь остался 81 грамм то есть и пятую часть матка я уже сегодня вырезала зачем я рассказываю вам о том сколько я вывязала да все потому что я очень хочу во первых я хочу это в этом видео рассказать потому что ну знаете как когда объявишь какую-то информацию какой-то план в публично скажем так то уже как бы больше больше стремления этот план выполнить чтобы не упасть скажем так лицом в грязь хотя это я тоже умею значит я посчитала сегодня у нас 19 августа еще время повязать у меня есть я после того как а сниму это видео отправлюсь вязать может быть что-то буду готовить скорее всего урожай кабачков у нас тут огромный и я прикинула что я хочу в идеале очень хочу чтобы в этом месяце я успела закончить еще какое-то количество работ я хочу чтобы в этом месяце мы полностью с вами закончили это платье я закончила вязать возможно я не успею выгрузить все части мастер-класса хотя тоже буду очень стараться может быть последняя выйдет там в первых числах сентября то то есть за монтаж не могу ответить потому что за то как работает компьютер я не отвечаю и поток мастер-классов на канале я тоже пускать не буду один за одним все-таки есть люди которые смотрят исключительно болталки и не будем эгоистами будем думать обо всех значит отснять хочу полностью да все вот эти видео которые буду рассказывать а уже выкладывать буду по мере по мере по мере выхода просто я хочу в этом месяце отснять полностью мастер класс повод этому платью то есть закончить работу с этим платьем мне фактически осталось 32 ряда всего юбки но всего это звучит конечно так всего значит это 32 ряда если учитывать что каждый ряд ну давайте 40 минут потому что дальше они будут становиться все длиннее и длиннее 32 на 40 1280 минут это 21 час половиной час 22 часа работы 22 часа работы но я в часах честно говоря не ориентируясь поэтому я не буду от этого отталкиваться я вот что для себя решила помимо значит того что я хочу закончить работу с этим платьем я хочу в этом месяце полностью связать кардиган себе на осень пусть даже если сентябрь будет совсем теплым но работа у меня будет уже готовая плюс выйдет мастер-класс на канале вы сможете связать себе уже к сезону да потому что времени в любом случае вам надо больше вы вяжете после меня плюс значит платье кардиган полностью плюс мастер-класс по зайчику придружки мягкой которую я вязала для своего малыша и буду повторять специально для вас да я купила пряжу показывала у меня будет в этот раз желтое тело и белая желтый комбезе белое тело значит три четвертое что я хочу сделать в этом месяце это закончить это мастер-класса 4 что хочу сделать если у меня получится потому что мы сейчас поймете как я это все просчитала и но честно говоря для меня это будет тяжеловато потому что а бывают дни когда не могу вязать по ночам и засиживаться уже не могу на во первых на меня ругается муж во вторых мне физически не хватает сил задерживаться ночью вязать да все таки в белорусскую беременность тяжарность наверное не зря до от слова тяжко тяжарность мне моя напоминает о себе по вечерам да я не просто физически не могу ночью вязать даже поздно вечером у меня бы всем легла спать наверное вот стою очень рано встаю сейчас в 5 40 у меня будильник стоит вот чтобы все успеть и все равно ничего не успеваю как мне сказала здесь один блогером что надо меньше на себя брать ну наверное значит и поскольку уж я пообещала я об этом сегодня вспомнила я начала вязать варежки крючком и по ним пообещала на следующей неделе мастер-класс то есть уже на этой неделе вот может быть он конечно не на этой неделе выйдет но плюс-минус я постараюсь очень сильно 1 варежка у меня практически готова я сегодня буду показывать да расскажу подробнее значит это будет 4 мастер-класс по вещи и пятое что я хочу закончить это я хочу полностью довязать юбку в платье небесный шторм для того чтобы сентябрь мне начать уже с новых мастер-классов это будет платье небесный шторм соответственно это будет школьные кардиган мальчиковы и комбинезон крючком плюс варежки да вот такие у меня пока грандиозные планы значит я для себя что придумала для того чтобы понять насколько мне реально вообще выполнить эти планы вот что-то я неправильно кольца дела руки кремом мазала и очень тороплюсь не хочу чтобы кто-то меня прервал значит для того чтобы мне понять насколько вообще реально планы я придумала я поняла вот что что я не могу реально оценить сколько времени мне понадобится на вязание той или иной вещи просто потому что я время никогда не засекала я могу сказать что где-то две недели но это же две недели понятие очень растяжимое это не две недели ежедневного вязания там по 10 часов это где-то две недели знаете между приготовлением пищи между другими домашними делами и еще чем-нибудь вы вставляете а точнее я вставляю в свой график вязания и так мне не определиться успею я или нет поэтому я что решила я сейчас вам покажу здесь листик у меня вот такой я только его недавно тут распечатала как хорошо какой-то дома есть принтер значит я написала это август начинаем сегодняшнего числа до 19 вот сегодня 20 21 у меня фактически 8 9 10 11 12 13 дней августа осталось чтобы мне все это связать что я захотела значит у меня по кардигану по расходу я предполагаю что мне все-таки мотков 8 мотков притык хватит дан один моток я уже вывязала им сегодня покажу этот процесс и уже даже начала 2 моток увязывать то есть мне даже еще и легче будет но я здесь написала 7 ма . в до 1 вывязала я написала ананасное платье предполагаю что еще у меня уйдет это на утро то есть когда еще вот этот моточек я не начала три с половиной мо . на юбочку еще то есть всего на платье шесть с половиной мотков это 1225 метров на зайца я знаю расход это два матка один белый один желтый и на кармашек предположительно 50 метров потому что у первого зайца я карман не вязала до платье небесный шторм мне нужно вывязать где-то 200 метров пряжи на последний рапорт тоже сегодня буду показывать и варежки крючком значит посчитав вот это все 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 что мне нужно в этом месяце успеть я прикинула что мне нужно вывязать три километра 895 метров за 13 дней и потом разделила и получилось что мне в день нужно вязать 300 метров пряжи это немало для меня сейчас с моим количеством дел в течение дня различных это достаточно много я бы сказала хотя раньше для меня 300 метров это было бы раз плюнуть наверное да но времена в общем уже другие и вот я себе ручкой здесь уже не расписывала но буду по прошествии дня писать что мне удалось связать значит я на сегодня могу написать ананасы это 70 метров это вот эти три ряда которая сегодня успела снять для мастер-класса и после того как я досниму это видео я приступлю еще одной довольно крупные детали изделия которая есть в этом списке и вот таким образом мы посмотрим в конце месяца что я успею что нет это будет такой эксперимент это даже не то чтобы вызов себе это просто как бы ну анализ до своих способностей если вот эта штука прокатит она в любом случае какой-то мне результат эта табличка даст да то есть я даже смогу отследить в какую в какие дни и вот могу себе знаете так вот 20 21 22 потом 26 27 и 28 перечеркнуть потому что эти дни мой муж выходной и когда он дома у меня получается из-за этого много меньше хотя мы сегодня с ним эту тему обсуждали я говорила что я буду сегодня проводить такой анализ и буду вязать несмотря ни на что много он сказал что без вопросов ну посмотрим как у меня будет получаться то есть я все равно смогу повести вот мне тут осталось 13 дней вот эту табличку и смогу писать сколько там день я у меня удалось связать и потом среднестатистически вывести какую-то цифру до которую я могу спокойно осилить в день и уже тогда исходя из этой цифры я смогу прикидывать что мне планировать на сентябре потому что я как всегда планирую много а потом ничего не успеваю потом расстраиваюсь вот поэтому это будет такой анализ для меня вот это мы откладываем на сегодня значит меня еще двести тридцать метров вязание и это был первый процесс который я сегодня вязала я провязала три рядочка сняла видео по этим трем рядочком завтра буду вязать следующие три ряда это и также снимать мне нравится что получается получается чуть пышнее чем полу солнце но не солнце и меня все устраивает меня на самом деле даже юбка солнце бы не смутило единственное что когда вяжешь солнце то соответственно расход пряжи другой и затрата по времени совсем другая данного поскольку время ограничено то хотелось бы это все закончить побыстрее очень классная получается платье я вам скажу что я его даже умудрилась примерить потому что здесь довольно высокая у меня получилось линия талии я хотела чтобы она была завышенная это платье будет на размер где-то 46 48 у меня сейчас сверху 54 довольно большой размер и не буду себя уменьшать потому что нет смысла от этого не меньше не стану но пряжа эластичная это стопроцентная микрофибра я думаю что вы все знаете не все любят или за диво но в этом ничего удивительного нет и я натянула на себя просто чтобы понять плечи мне надо было плечи шею вот это место посмотреть вряд ли у меня плечи уже станут до сильно вот в общем натянула ничего нигде не треснула и в общем мне нравится что получается я знаю уже видела не готовую работу видела девушка в интернете в инстаграме мне показывала вяжет по моим следам и вяжет она на дочку свою так классно смотрится тоже розовенькая вот в общем мастер-класс а плейлист мастер-классом уже есть я вам ссылку оставлю даже если будете смотреть это видео позже вы можете зайти в любой момент в плейлист и этот плейлист по ходу добавления видео обновляется это был первый процесс который у меня движется значит у меня как я сказала предположительно уйдет еще три с половиной матка раз-два и у меня еще есть целая упаковка этой пряжи поэтому я когда буду скоро кое-что снимать расскажу вам попозже в этом видео я эти два моточка нужных мне еще достану так это number one дальше номер два давайте-ка я вам сначала по старым процессом пройдусь до чтобы мне ничего не забыть я буквально сегодня наводила порядке образец из джинса просто лежит ничего не случилось так в этой сумочке вместо нефритового платья у меня теперь лежит мой небесный шторм значит я вам рассказывала в начале до в табличке что мне нужно вырезать 4 моток но он скорее всего уйдет не полностью пряжи это ализабахар есть на канале обзор на эту пряжу и у меня вяжется платье очень конечно этот узор собирает длину и если посмотреть сейчас посмотреть бы сравнить с образцом но образец уже очень далеко то кажется что это какая-то мини юбка или детский сарафан но я растягивала да то есть я в любом случае когда юбку закончу вязать я сниму спицы поставлю заглушки это дело постираю и от паре для того чтобы мне точно знать что длина будет действительно такая как я по расчетам вывела значит здесь должно получиться что к что-то около 52 а то и больше сантиметров это моя длина юбки и сейчас у меня отвязана полностью 4 раппорт узора остался один рапорт и по первому рапорту я помню что у меня хватало на целый рапорт и 3 так где-то 12 рядов еще следующего рапорта то есть вот этот моток который я буквально сегодня утром а я же сегодня утром еще повязала но уже не буду конечно скидывать там эти 10 метров этот моток уйдет не полностью и поэтому ей написала там бахара 200 200 метров значит сейчас у меня если вот так как есть длина юбки 34 с половиной даже 35 сантиметров даже больше значит когда это все постирается и растянется вот я сейчас тяну просто даже не сильно особо и не все полотно тянется уже получается 46 сантиметров то есть вполне вероятно что после провязывания пяти раппортов юбка моя получится даже больше чем 52 сантиметра ну и ладно так здесь все очень легко вяжется это мне нравится просто невероятно чем больше вижу тем больше нравится у этого платья появилась если вы не вдруг не смотрели предыдущие видео название это будет называться небесный шторм я честно говоря не очень люблю название процессов когда они непосредственно привязаны к цвету изделия потому что когда кто-то вяжет моему мастер-классу да то ведь он не может под своей допустим кто-то возьмется такое платье вязать да и допустим возьмет ярко-желтую пряжу исключительно одного оттенка да и не может же он написать под своим желтым платьем хэштег небесный шторм хотя в принципе теоретически может но какая-то получается как бы непонятная велиберда но в этот раз но вот просто у меня такая ассоциация с грозовым этим небом да тем более у нас тут на днях было пару раз такая конкретная гроза девочки вообще мы тут лежали колотились под одеялом как дети малые даже муж и я попросила мужа чтобы он придумал какой-нибудь мне название платью связанная с грозой и вот он предложил небесный шторм мне очень понравилось и поэтому это так и остается так это получается процесс у меня я вывяжу не то чтобы вывяжу в какой-нибудь из дней когда у меня будет посвободнее это скорее всего будет какой-то день то есть я уже сейчас могу варьировать да какой день мне что вязать и что снимать вот сейчас у меня муж будет три дня дома при нем мне снимать некомфортно я говорила о том что буду выходить из зоны комфорта но буду делать это по мере необходимости если такой необходимости не будет я не буду себя насиловать и вот допустим в один из дней когда он будет дома я могу целый день посвятить вязанию вот этих 200 метров бахара чтобы мне к концу месяца полностью закончить юбочку и уже потом в сентябре мы с вами смогли связать верх от этого платья и будет на канале мастер-класс пока это все в процессе ниточкой мне очень нравится вязать в принципе здесь брака как такового не было узлов не было единственное что когда вязала 3 моток почему-то последние ну метров 15 наверное пряжи были очень тонкие такое ощущение будто я вязала не знаю к примеру ализе низ на спица да то есть как-то вот как будто бы половина нитки куда-то исчезла но я уже не обрезала потому что посмотрела что это не так уж сильно видно здесь в платочной вязки ну нормально то есть это буду знать только я лишние узлы не стала делать и в общем то вот такое вот продвижение этот это платье я планировала носить в этом году но потом подумала что тут осталось очень мало летом и когда уже даже петли уже набрала последний момент передумала вязать на беременную фигуру и решила что лучше в следующем году буду это платье носить уже на нормальную фигуру вот потому что зимой понятное дело такое платье носить не станешь она кстати не сильно ты просвечивается здесь как бы есть дырочки до в узоре вот они но они не сильно светятся мне кажется что ну по крайней мере мне так кажется что даже можно будет носить без подклада верх однозначно без подклада я думала только о том чтобы нижнюю юбку сделать но вот сейчас думаю ну вообще ничего не видно ну подумаешь там чуть-чуть что-то будет светиться не кажется это не страшно но мой муж может так не думать как думаю я и уже когда я закончу вязать юбку я как я уже сказала начну снимать продолжение мастер-класса и перейду на бахарчик другого оттенка у меня если помните мне две упаковочки дарили разные одна упаковочка была вот такая с серым 2 было чисто синяя-голубая значит вижу на спицах номер четыре верх изделия буду вязать на спицах номер три чтобы получилось по плотнее чтобы там ничего не просвечивалась не люблю когда сверху светится или тогда подклада если светится и хранится это у меня вот в такой вот еще и синие сумочки прям эстетика сплошная так продвижение как видите также есть получается еще моток я вывязала нам дальше пока уберем сюда ну раз уж пошла такая песня давайте все буду показывать здесь у меня лежит мое белорозовое платье ах да я в какой-то изболтала рассказала что расскажу идею а теперь вы думаю а стоит ли рассказывать а вдруг пока я буду вязать кто-нибудь ее загребет мне кажется я такой классный идею передумала может быть конечно это и есть но мне кажется что именно в этой модели будет смотреться на просто восхитительно давайте не буду вам рассказывать пожалуйста значит это мое белорозовое платье я его начинала уже блин весной то есть вяжется очень медленно в апреле начинала это газа baby cotton обычные значит у меня идея такая пока на юбке у меня 5 одинаковых полос одинаковая не пока к сожалению только по количеству рядов по высоте и визуально они конечно разные значит это платье каким только не было с узорами без узоров меняла я очень много раз идею как это все вязать но в итоге в общем остановилась на том что эти пять полос на юбке которые будут чередоваться розовая белая розовая и потом еще белая и розовая да я буду взять таким образом что у меня рис на юбке будет розовые лицевая гладь белая и потом я перейду на вязание уже верха изделия тоже будет белорозовая в зависимости от того что у меня по пряжи останется хотя мне кажется там еще достаточно останется может и конечно ошибаюсь свяжу посмотрим значит вижу я на спицах карбоновых лана гроза очень мне нравятся эти спицы в этой пряжи вот прям знаете столько инструментов я поменяла пока вижу сколько тут вязать то наверно 43 43 ну и тут еще три ряда от силы до то есть 89 рядов 89 и вот за это время поменяла очень много спиц здесь и новометалл были не прошки и кубики были и одики были и всем не как-то вот ну не камильфо да и перешла на карбоны на короткой лески и прям вот все песня можно вязать наконец то значит я буквально недавно в болталке тут продвинулась на несколько рядов риса перешла на розовый цвет и к сожалению или к счастью не знаю этот процесс у меня отправляется в проектную сумку к нему я в этом месяце возвращаться не буду по-любому даже в болтал как потому что если и буду снимать болталки то найду что повязать помимо вот этой лицевой глазе в конце концов бахарное платье я тоже могу вязать или что-нибудь еще вот и все так что это у меня будет такой процесс который я постараюсь просто закончить за холодное время кодок следующей весне так что мастер-класс спрашивать наверное бесполезно я показывала вам варежки розовые да они готовы видео готовых работах наверное еще раз мелькнет ну не наверное точно дальше новенькие процессы пошли у меня значит я начала себе вязать офигенную шапку фотку и была в минске на прошлой неделе на этой неделе почему 7 у меня все дни и перепутались и показывала вам тоже что приобрела лан угол 240 цвет на целый комплект на офигенную шапку офигенные варежки и будет еще офигенный снуд я решила раз уже буду вязать то сниму мастер-класс пусть будет целый комплект но все-таки это же классно когда целый комплект вот гармонично такое значит я была в минске на этой неделе знакомилась со своей подписчицы наташа вам привет и поскольку мне ничего мелкого такого не было на тот момент чтобы с собой взять я взяла с собой вот клубочек пряжи перемотанный не думаю что кто-то удивился и начала в минске вязать слушайте но это было чудо я перенабирала петли три раза и не знаю что со мной случилось меня во первых там голуби клевали сзади в бачок и чувствовала ну да ладно значит я провязала резинку всего лишь и начала вывязывать араны на шапочке вижу по своему же мастер-классу честное слово потому что уже прошло время и я конечно же забыла что там куда переплетается но ясно что я провяжу немножко и вспомним это у меня одики на красной леске из набора вот и этим процессом я опять же в этом месяце заниматься больше не буду исходя из моих планов поэтому эта шапочка этот процессик ложится у меня пока до сентября в коробку с моими текущими процессами так я тут знаете как как в лотерее бочонки достают из черного ящика так я рукой тянусь и и смотрю что щупаю что там у меня еще в проектном ящике следующий процесс в диму и фитнес браслет я тут то одно то второе значит как и обещала во первых обещала изначально очень давно варежки крючком и как-то вот я сидела было мне скучно я решила начать это дело до вязать значит пряжа у меня это газа baby wool тоненькие там по моему 200 метров на 50 грамм крючком я вижу 2 и 1 китайским из последнего наборчика до 2 и 1 и что-то у меня здесь застряла на самом деле это варежка уже была закончена вот посмотрите по расходу получается здесь ну грамм еще 20 есть то то есть в принципе на варежку уйдет где-то 35 грамм всего в целом на пару варежек 70 грамм то есть по-любому два матка нужно и мне не нравится закрыть и значит я один раз закрыла мне слишком волнисто второй раз я закрыла слишком широко третий раз вот сейчас в третий раз языка до закрывала слишком быстро закрыла и получается что если со стороны мизинца нормально то со стороны указательного пальца полная ерунда часом покажу значит так сразу говорю что здесь на мою руку внизу узкого то этот момент я буду в мастер-классе озвучивать но я сейчас немножко начала текать за что конечно же меня врачи ругают и в общем не на мою это конечно руку поэтому я сильно не переживаю то то что однозначно целая куча людей с ручками похудея плюс когда мы будем в мастер-классе вязать я расскажу что сделать чтобы если вдруг у вас тоже пухленькие ручки до чтобы избежать в этого момента потому что цепочка воздушная она не растягивается вот я если честно даже думала только из-за этого перевязать полностью варежку но уже не буду потому что ну не располагаю времени значит на крючковой варежки вывязываю тоже индийский клин но это удобно и решила я что первые варежки мы свяжем обычные да то есть без какого-либо узора такие простенькие в принципе здесь можно что-то вышить какой-нибудь там цветочек снежинку забабахать все что ваша жила душа пожелает красивый сиреневый цвет у меня и вот смотрите начала я пробовать третий вид закрытия но я так чисто скажу честно что я без всяких там каких-то замысловатых расчетов мне просто хотелось что-нибудь вязать бездумно и вот начало я третий вид закрытия пробовать и опять слишком резко вот здесь на бензинце классно а на большом пальце нет видите получается что если я дальше продолжу то это будет слишком коротко если оставлю так и больше не буду делать убавок то будет тут вот горб такой ну в общем просто надо сесть хорошенько рассчитать и довязать до конца довести дома и снять вторую варежку вот так что мастер-класс будет в этом месяце я планирую его я там записывал этот процесс ну что сказать могу сказать только что я не люблю вывязывать эти выпуклые воглазные столбики такая неудобная работа вот насколько я не любила вязать крючком вот это счастье вязать это конечно прикольно смотрится так знаете рельефно что-то новенькое даже кажется что вот человек который не особо долго вяжет и сразу поймет что это крючок но это так неудобно пряжа немножко пушистенькая эти волокна цепляются и ну так так себе вот значит осталось мне совсем здесь немного работы и это я записала в свою табличку поэтому это будет обязательно в этом месяце если не ошибаюсь моей проектной коробочки все поэтому мы сейчас процессики складываем все на место которое я вам уже успела показать и еще мне осталось вам показать один вязальный процесс и один процессе которого не относятся к вязанию значит так не перемотала уже злюсь сама на себя не знаю как я это буду делать теперь вязать ну в общем надеюсь что все пройдет успешно ализала на голд потрепанную такая этикетка ужасно цвет 203 полушерсть пришло время готовить себя к холодному времени кодом потрясающее продвижение но это я вот буквально перед этим снимала видео по кардигану начала мастер-класса и это у меня петли набранная на спинку я сегодня этим буду заниматься после видео это будет моя сегодня основная работа задача у меня сегодня вырезать весь моток ализала на голд я проверю свои силы очень надеюсь что у меня получится верьте в меня значит это пока будущее спинка но это не все продвижение по этому кардигану потому что но это стыдно показывать и говорить что это продвижение да а если говорить конкретно о продвижениях то вот у меня я начала с полочки поскольку полочек 2 снимать у меня тогда возможности не было но была возможность начать поэтому я сделал такие расчетики на черновички знаете как это я люблю делать и приступила к вязанию полочки так дайте-ка я это уберу так что он там показываю мне же не видно ой какая красота слушайте давайте вот для сравнения да потому что помните говорила о том что сомневаюсь какого цвета вязать очень решила что молочный будет уж слишком нам слишком нам не смотреться объемно и все-таки остановилась на джинсовом цвете пряжи а молочный будем кардиган вязать но я буду молочный себе вязать попроще и какая красота получает слушайте но на камере просто мне вообще очень нравится мне всегда на камере больше нравится мои изделия чем жили ой я еще один процессом не показала как я не заметила его значит это полочка я еще пока не знаю какая из снизу у меня резинка два на на спицах номер четыре дальше у меня на спицах номер пять вяжется узор я провязала уже всю длину полочки дом тройм и остановилась потому что дальше я хочу в мастер-классе показать как эти полочки полочки проймы закрываются наверно там что-то не то сказала мне простительно я в рот души да что-то там оговорилась значит у меня здесь 132 ряда узора сколько-то там рядов резинки надо посчитать потому что сейчас на спинке нужно связать столько же и у меня по расходу значит уже пошел второй моток вот здесь где у меня узелок я в кои-то веке вывела соединение клубков в бачок и значит вот здесь где у меня этот узелок это у меня присоединение 2 клубочка он там лежит на солнышке за шторкой загорает мне сейчас нужно поставить заглушки на эти спицы потому что эти спицы я заберу в работу на спинку думала о том чтобы может быть повязать на кубиках спинку до или что потом решила нет а вдруг действительно есть эта разница я просто ее не вижу потому что многие говорят о том что кубические спицы идут там чуть чуть меньше до чем круглые обычная и я решила не рисковать все-таки не зря у меня такой блатной набор зингов да спасибо тебе за линка еще раз и ксюшка за участие в общем поставлю заглушки на эту леску и возьму эти спицы в работу на спинку довяжу спинку целиком и приступим к увязыванию уже полочек 2 это тот самый кардиган который я хочу в этом месяце полностью закончить в принципе я соскучилась наверное уже по зимней пряжи плюс по толстой такой пряжи потому что летом в основном вязала тоненькую пряжу но потоньше до значительно потоньше плюс пятерочка вяжется очень быстро и цвет мне нравится и осознание того что это что-то будет мне из того что мне нравится и я смогу носить сразу и закончу я даже планирую вы знаете вот сейчас может быть со стула упадете от удивления но я даже планирую пофотографироваться в этом кардигане самой если муж конечно согласится меня пофоткать как-то нормально без ржача у нас вообще с этим проблема потому что он хорошо фотографирует он не фотограф конечно не ну далеко но у него если сравнивать с моими способностями то у него вот это видение того где что должно стоять лежать она намного лучше чем у меня и поэтому несколько раз мы пробовали устраивать что-то типа фотосессия но все заканчивается истерическим ржачим наржом друг на друга вы не можем успокоиться и в итоге фотки знаете такие как с пьяные вечеринки поэтому не знаю получится или нет но я буду очень сильно надеяться уж хочется что-то на себе показать да а то все говорят что я там прячусь ничего не прячусь просто много дел так ну все таки да что-то показала вам новое но мне очень нравится как смотрится так ставьте лайки если вам тоже нравится хочу много лайков ну красиво правда такой узор необычные сочетание вот этих дырок больших с косами с косами ну да это же коса условно смотрится мне там наташа сегодня вчера сегодня вчера писала о том что переживает что будет слишком дыряво ну вот я сначала тоже немножко переживала потому что простите сюда палец пролазит но если подумать о том что кардиган подвесом все равно вытянется в потянется до в длину то эти дырочки как бы но не будут такие объемные плюс немножко все равно на голод в моем случае она голод пушится после стирки становится мягче и я думаю что это будет очень хороший кардиган я буду его с удовольствием носить что-то еще хотела только что сказать по поводу этих дырок да когда будете вязать если вдруг будете взять по мастер-классу то обязательно слушайте внимательно все что я там говорю чтобы не получилось так что у вас знаете как чтобы вот так вот не было что у вас на груди вот такие вот берёхи непонятная я там рассказываю про свободу облегания я ее изначально себе не давала но в процессе расчетов так получилось что само по себе сами по себе появились вот эти сами сантиметра на свободное облегание вот ну что все мастер-класс снимаю как обычно подробные со всеми расчетами образцами и все как обычно есть узор на канале оставлю ссылку да для тех кто не умеет взять по схемам для тех кто хочет загрести себе в копилочку этот узор пройдите тоже под это видео там в инфобоксе есть ссылочка на то где съемку к этому узору найти вот все это из сегодня мой мой план сегодня мои оставшиеся 230 метров это мне начать связать спинку вывязать целый моток ланы голод так это у меня пока без домика печаль тоска мне не хватает проектных сумок я уже начинаю думать о том что мне на самой их шить но увы ях на все времени мне не хватит так большое будет видео как обычно вы же любите большие видео правда ой 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 положим на место так откладываем последний процесс вязания которым я чуть не забыла я не знаю вам показывала носки закончила может быть нет но не спрятала кончики это я сделала концу месяца к видео готовых работах отчитаюсь связалась у меня внезапно очень внезапно вот такое чудо буквально на днях она не постиранная и так конечно смотрится непонятно сейчас я вам это дело примере ой как жарко господи у нас сегодня плюс 30 и все клеится к рукам понятное дело что он как жарко значит связалась у меня из остатков ланы гол пепельный меланж с которой я вязала свитер на заказ даже два свитера плед на заказ связала оставалось у меня пряжица лежал такой приличный моточек 54 грамма он весил и я начала как-то так бездомно из него вязать варежку тоже в технике индийские клины но мне кажется это самый идеальный вариант я вот даже остальные варежки не хочу больше вязать эту имитацию большого пальца да вот ну как-то вот оно все равно вот аккуратнее смотрится вот именно этот индийский клин да когда прибавки только на ладошке как-то она даже вот смотрится анатомично что ли да вот в общем создались такие варежки они очень красивые они мне очень нравятся я начала взять точно такую шапку но распустила просто потому что поняла что хочу такой целый комплект я буду снимать по таким варежкам мастер-класс и раз пошла такая песня то будет и шапка и с ноткой то есть еще один комплект осень близко надо готовиться я хочу обеспечить вас материалом до тех кто в этом нуждается каким-то разнообразием небольшим пока у меня есть возможность я снимаю пока я могу в смысле в силы есть да вот поэтому шапку я тура спустила не хотела я чтобы у меня мастер-классы были цветные да раз уж комплект пусть и будет в одном цвете плюс я хочу попробовать потом этот комплект продать продам значит за работу не продам значит буду сама носить или подружки подарю на новый год а значит вот такая варежка 27 грамм и естественно я начала вязать вторую когда взвешивала перед началом работы моточек который оставался весил также 27 грамм и я такая счастливая была думаю ну мне впритык да точно хватит да не знаю что пошло не так во первых что у меня немножко разочаровала это то что я не помню совершенно этого момента когда я собирала эти остатки вместе и получается так что у меня в этом клубочки на 54 грамма наверное 4 узла я-то эти узлы попрячу аккуратно ну как бы это не столь не так уж это ужасно господи ну бывает и фабричные такие узлы и не хватило у меня вот как видите на целый палец пряжи это у меня уже лежит наверное дней 5 незаконченная работа из-за этого пальца но сегодня утром я залезла в свои запасы запасы закрома свои там у меня лежат образцы и мне повезло что этот образец я еще не выкинула и никуда не пустила и там у меня лежит образец из этой пряжи для мужского свитера по мотивам drops который я тогда вязала да и мастер-класс тоже снимала хотите ссылку оставлю и нашла этот образец и теперь могу палец довязать но это уже будет не сегодня ну как нибудь на днях довяжу это не те метры которые надо засчитывать что я мол все успела и получается что в следующем месяце по такому комплекту будет мастер-класс а 8 может быть я и в этом успею хотя конечно очень сильно сомневаюсь ну начать можно потихоньку снимать а там уже в кучу соберу вот поэтому кто к осени готовит для себя аксессуарами то имейте ввиду вот такие симпатные варежки будем вязать варежки шапку и снуд и вот пальчик сегодня эту ниточку я добыла поэтому смогу уже довязать так сегодня вынесла я отсюда если о планах немножко до вынесла сегодня отсюда моточки для варежек потому что они не вмещались мне немножко поскольку я уже в августе не буду вязать другие варежки то есть то что только сегодня говорила о чем это да вижу остальные уже пойдут у меня в работу на сентябре это я говорю о марафоне теплые руки до благотворительно марафон вяжем 200 пар варежек для минского интерната номер 4 если вдруг не в курсе сходите в instagram там есть пост с моими розами варежками условия очень простые вы просто вяжите варежки желательно не белого цвета и мы потом их все вместе собираем и завозим в интернат людям которые в этом нуждаются что касается того какие там сроки в декабре девчонки поздновато я думаю что мы вполне справимся если захотим к концу сентября все это сделать и по поводу того что затем а варежками делать пишите мне будем собирать будете отправлять мне ну просто меня люди научили да как правильно это все дело где сделать чтобы потом вдруг не было ко мне вопросов поэтому все варежки которые непосредственно связаны в марафоне которые да вот ну как бы я скажем так организовала все таки я стараюсь и сама принимая участие я пообещала 10 пар я их свяжу по крайней мере планирую и даже мастер-классы как видите приурочено к этому мероприятию снимаю да и в общем все варежки которые вы свяжете для этого марафона спрашивайте у меня уточняйте где там вам удобно адрес я вам буду давать свой почтовый адрес вы мне все это дружненько отправить и я все это соберу сниму видео до чтобы посмотрели девчонки на ютубе из других стран кто не участвует какие мы с вами молодцы и потом с мужем на машине мы подъедем и отдадим варежки или человеку которая организовывает изначально то есть волонтера да или уже даже в интернат это завезем если это можно я еще пока настолько глубоко не вникала в этот вопрос но хочу чтобы варежки которые были связаны в марафоне через о котором узнали через мой профиль в инстаграме чтобы они дошли до меня вот не для того чтобы я себе поставила галочку что я такая молодец я вообще к этому как бы ну ну не здесь быть молодцом да не не здесь считать кто больше кто лучше кто как это совсем другой вопрос просто вот ну говорю есть моменты до которые с которыми я раньше никогда не сталкивалась и дай бог не столкнусь но люди которые скажем так постоянно варятся вот в этом всем до меня научили что нужно сделать вот так так давайте покажу вам еще один процесс и дальше мы перейдем к покупкам значит в прошлом месяце если не ошибаюсь я вам показывала что мне китайцы с сайта new check прислали на обзор товары там была вот такая потрясная выкладка алмазная если кто не знаком с этим делом я вам оставлю ссылку в инфобоксе посмотрите какой-то увлекательный процесс может конечно на видео он не покажется таким увлекательным но это зараза это зараза девочки значит здесь вот такая хосенка малая да похоже на мою нельку именно поэтому я в принципе да это как бы не связано с вязанием но я не смогла удержаться и заказала эту выкладку я не буду долго на не останавливаться лишь только покажу что я тогда помните в самом видео начала выкладывать и поскольку уже полиэтилен вот этот от немало то закончил этот кусочек чтобы клей не подсох и потом как-то вот под монтаж под монтаж под монтаж потихоньку начала выкладывать и получается вчера и сегодня я вот эту часть выложила то есть фактически мне осталось вот эта часть это я посчитала если по полчаса в день два дня три дня четыре дня по полчаса в день полчаса 40 минут укладывается очень быстро всего семь цветов обалденная штука она так классно переливается на солнце она и без солнца он переливается и в этом месте я хочу это тоже закончить помимо того что я хочу навязать то я хочу еще это закончить и может быть даже попробовать подобрать а вот уже и стразинка отлетела видите как бывает ну ладно под клеем загнать в рамку потому что ну вот отлетает на ходу прям хорошо что там стразы с запасом обычно лежат вот это так и называется называется алмазная выкладка если вдруг не знали да поинтересуйтесь я думаю что она уже теперь везде в разных рукодельных магазинах продается потому что даже в нашем колхозном дзержинске может быть уже и фаниполе это есть ну и вот такая вот тучка обрабатывать как как мы называем нашу нельку так все продвижение мои на этом вроде бы закончены вроде больше ничего не вязала я честно просто могу и не помнить дальше погнали по пополнению моей хомячий норы наташа когда приезжала на встречу ко мне она приехала не с пустыми руками она во-первых заранее поинтересовалась что мне нужно я скромно ответила что у меня все есть но в общем наташа в человек оказался внимательные и поэтому она сказала что привезет меня она 16 только уточнила цвет который мне нужен да помните мне пристал магазин мир вышивки пряжу такую на ну как это на обзор спонсорская скажем так помощь для будущих мастер-классов я заказывала там 6 моточков но оставалось только три и соответственно три мне на платье не хватит которое я хотела бы за ты пряжа связать и вот наташа мне привезла еще четыре моточка она 16 это стопроцентный хлопок я из этой пряжи до сих пор ничего не вязала стопроцентный миксеризованы длинноволокнистых хлопок рекомендуют спицы два два с половиной здесь еще знаете вот где рекомендуют такие спицы 2 вот на такую тоненькую ниточку здесь еще надо сверху или снизу такие дополнительные значки валерьянка и пистолет или веревка и мыло потому что на спицах вязать такое я не знаю это нужно быть очень спокойным человеком вот я спокойная я очень спокойно и терпеливая но вот даже для меня это перебор на 100 грамм здесь пятьсот тридцать метров это на 16 я же сказала да и это итальянская пряжа как здесь написано произведено на предприятии группы mpf италия цвет у меня 333 он или света голубой или просто голубой честно говоря не помню и того у меня сейчас в запасах матки типа 100 грамм я сказала 700 грамм этой пряжи на платье мне хватит но это мы уже будем взять явно не в этом году и еще вот такая пряжа это пехорка жемчужная это хлопок с вискозой у меня опять же есть такой пряжи один моточек в запасе я когда-то выкупала его вроде бы у иры или у иры я купала желтые а этот покупала сама зеленые здесь у нас 50 хлопка 50 вискозы на 100 грамм 425 метров рекомендует спицы номер два те же значки я бы добавила и цвет у меня экзотика это такая секционка секционка это меланж салатовая красивая нитка с такой желтой и вместе дают эффект такой немножко знаете довольно яркие ну почти не он понравилась мне эта расцветка очень сильно пряжу я не пробовала к сожалению еще цвет 65 экзотика и наташа меня предупредила что моточки разные но думаю что в этом ничего страшного какая разница какая этикета потому что зрительно они нет они немножко все-таки отличаются вот в этой этикеточки зеленый цвет насыщение ну да ладно это не страшно значит здесь 500 грамм и 100 грамм у меня еще есть тоже какое-то полноценное изделие изначально я планировала вязать платье еще одну по дизайну оскара да лоренто но руки в этом году у меня до этого платья не дошли поэтому остается это опять же в запасы на следующий год пряжутся я убираю потому что занимает место на столе там и это еще не все мои подарочки значит я тут на днях зарулила в магазин и так уж получилось что фактически я эту пряжу выключила да я не планировала ничего покупать просто потому что у меня нету денег ну деньги есть но напряжу денег нет и наверное моё деликатное положение влияет умилительно на людей которые хорошо ко мне относятся и раздобыла я еще 650 грамм пряжи честно буду это показывать значит изначально я зашла вообще-то интересоваться как дела я с этой женщиной давно не виделась вот и плюс посмотреть какие цвета есть ализала на gold fine потому что я видела ваши комментарии по поводу детского извините детского жакета школьного мальчикова я решила что все таки мы свяжем у меня есть в запасах 2 матка ланы gold fine серый меланж 182 цвета и остаток от юбки и вот я к нему выбрала вот такой цвет просто серый меланж цвет номер 21 довольно симпатичный цвет это тоже такая же полушерсть здесь просто немножко другой метраж рекомендуют спицы два с половиной четыре я думаю что буду вязать на спицах номер три вот тоненькая ниточка она мне понравилась работе она многие говорят что она колючая а после стихи она совершенно не колючая по крайней мере для тех целей для которых я ее скажем так выбрала очень даже подходит все-таки такие жакеты на голая жакет или кардиган жакет наверно все-таки жакет это считается в общем на голое тело не носятся и в общем будем вязать но уже как я сказала в сентябре я постеснялась взять два матка потому что с моей стороны это вообще было как-то некрасиво что я на самом деле не я не специально так получилось я сама была в шоке что вот зашла знаете посмотреть молнию спросить как дела вышла с мешком пряжи и постеснялась я брать второй моток решила что это будет уж совсем нагло поэтому взяла один моточек мы начнем с вами вместе вязать свяжем полочку спинки я буду делать полосатый жакет для своего данила мы с ним кстати эту тему же обсудили он согласился и потом уже исходя из того что у меня станет буду вязать рукава и понимаете нужна ли мне еще пряжа или нет вот так что будет такой вот серый классический очень даже подходящий по цветам кардиган на моего десятилетнего мальчика вот идем мы в этом году снова в гимназию переходим уже в школу в этом городе и попадаем по району снова в гимназию и в гимназиях у нас довольно строгие требования форме одежды да то есть никаких ярких вычурных цветов у нас даже запрещены какие-то насыщенных цветов рубашки то есть синюю рубашку нельзя или бордовую рубашку нельзя только светлые рубашки тут не знаю как но еще не уточняла значит вот такое ализе лана gold файл и дальше у меня здесь ализе лана gold classic вот тот самый пепельный миланж которого варежки показывала как-то не отличается так немножко меня отвлекли в общем я вижу насколько я могу видеть это разные почему-то разное но вообще это точно вот этот цвет 684 потому что хорошо помню что я в то время когда вязала вот эти свитера я прям балдела от этого цвета очень красиво он такой светлой серый мне кажется он и мужской и женский и детский ну обалденный цвет так что 684 можете посмотреть так и последняя 3 ма . это такой цвет ой надо он знаете серый с голубым и как будто немножко лиловым отдает очень красивый цвет цвет номер 200 тоже ализе лана gold classic я взяла таких три матка чем доставать полностью не буду 3 ма . у меня по плану именно из этих то есть я уже когда выбирала эту пряжу по цвету я вот представляла какого бы цвета я видела к вот этот комплект до варежки со шапкой снуд и решила что вот в таком цвете будет очень красиво поэтому из этого цвета из 200 я буду вязать уже вот этот комплект и буду снимать мастер-класс он и для видео очень хорошо будет по цвету читаемый да то есть восприниматься глазками хорошо и смотреться мне кажется будет очень классно вот это зима уже до наступает тоже отправим временно в запасы сейчас буду рассказывать еще про свои запасы тут чуть-чуть для некоторых возможно прозвучит хорошая новость я знаю что некоторые ждут и еще мне перепала 3 ма . джинсом как раз таки такой же самый цвет как у меня связан вот этот образец да в общем у меня там запасов по моему 9 морков этой пряжи это однозначно них они на хватает мне на платье не на машинке не руками только если вдруг я возьмусь и вязать прямое платье до облегающие платье футляр но до этого я вряд ли так быстро дойдут а поэтому взяла еще вот таких 3 ма . и она роджинс цвет 54 предлагали все шесть там было в 6 наличие на грамме мне столько не надо и ну хватит уж действительно мне столько не надо то есть у меня получается в итоге или 600 грамм или 650 но пока я окончательно не решила будет ли это на машинке или все-таки руками доберусь до этой пряжи это полухлопок 55 процентов хлопка 45 процентов акрила и на 50 грамм 160 метров многие эту пряжу любят многие хорошо не отзываются я к сожалению толком так ничего из нее не вязала там пару шапочек игрушки какие-то аксессуары такие интерьерные штучки до мелкие а вот изделия не вязала но она в моем понятии полный аналог альза cotton gold а cotton gold я очень люблю и так что мы положим чтобы нам было веселее сидеть давайте мне собачку мы положим последний подарок о котором я вам сегодня хочу рассказать показывать пока не буду потому что ну это довольно масштабная вещь я если честно просто даже не могу поднять физически дам в своем положении такой большой вес значит что мне девчонки сделали сюрприз обалденно сижу я вчера дома убиралась здесь в общем сходила в душ после уборки и присела отдохнуть посмотреть youtube повязать под youtube и раздается стук в дверь мы никого с данилой не ждем лёша на работе как-то даже немножко страшновато стало потому что живем на краю города мало ли там кто заблудил и стук в дверь значит раздается данила пошел открывать и попросил его открыть и там спрашивают маму думаю интересно кто-то мог вообще ко мне приехать я никого не жду в общем девчонки мои участницы первого сезона оскара очень москароносцы мои первые как я их называю да помните был еще по осени прошлый совместник по вязанию оскара де лорентом там нас было не так много и вот у нас вайбере до сих пор вещат мы очень тепло там общаемся тесно и не все участницы остались в этом чате потому что но не все во первых желали скажем так общаться да поэтому немножко чата попустил но все равно уже довольно скажем так стабильным составом мы уже вот получается почти год до общаемся и девчонки мне решили устроить сюрприз все за моей спиной тайна там собрались я сегодня читала историю того как это в общем тайна это все за моей спиной провернули я даже ни о чем не догадывалась для меня это был вчера вообще такой шок и сюрприз я в шоке была я не могу словами передать и мне такое ощущение будто я попала на передачу розыгрыш в общем они мне вчера даша со своим мужем на машине привезли мне как они меня нашли знаете как они меня нашли они мне сегодня рассказали по влогам то есть я снимаю уже на втором канале блоге и они просто по влогам как я вот иногда иду да это это кому рассказать штирлиц отдыхает по влогам нашли как ко мне то есть по по тем дорожкам по которым я шла они приехали на машине и у меня здесь стоит штатив до окно без жалюзей там всяких по блокаторам убедились что это мой дом потому что с улицы видны висящие на штативе блокаторы и привезли мне девочки я только вот недавно говорила о том что хочу реорганизовать свой свое хранение пряжи да потому что мне не очень нравится но это не эстетично и как-то вот не вдохновляет и я бы хотела в будущем иметь такие большие пластиковые контейнеры прозрачные чтобы туда все сложить и чтобы было все видно и они мне приперли девочки восемь огромных контейнеров с крышками притом эти контейнеры еще идеально выходит подходит по высоте под стеллаж на котором у меня сейчас все это хранится и я очень рада вообще вам словами не передать в каком я была в восторге мне одновременно и неловко и радостно и плакать хотелось от счастья потому что но столько вы для меня всего делаете хорошего что я честно говоря до сих поверить не могу что еще такое может происходить ну со мной по крайней мере да с другими людьми то наверняка такое постоянно а вот мне я не знаю за что и теперь у меня есть 8 новеньких прозрачных контейнеров пластиковых больших таких и в связи с этим я буду в ближайшее время найду какой-нибудь день выкрою когда буду дома одна чтобы муж был на работе потому что это честно говоря дело на целый день до все это переложить как-то перебрать чтобы все это было действительно уже компактно окончательно и буду снимать для вас видео потому что несмотря на большое количество негатива под видео с запасами в последний раз там столько бы налетела вот этих знаете умников и умницы что вот пойди продай там еще чего-нибудь сделай как будто я спрашивала что мне с этим сделать да я в этот раз те кто любит смотреть такие видео те наоборот писали что вы почаще снимайте про запасы это очень интересно это вдохновляет это как-то там развлекает да то есть ну как-то некоторым даже легче становится себе не хотят покупать деньги экономят и я буду снимать скорее всего видео я реорганизации хранения своей пряжи я не знаю каком формате еще это будет выглядеть потому что ну мне здесь как бы под камерой на столе я это конечно не смогу сделать они высокие большие контейнера это надо как-то снимать вот так чтобы снимать там пол комнаты у нас поскольку стройка то я еще не поняла получится мне или нет надо пробовать на месте и тогда уже будет понятно получится хорошее видео или нет и если то видео получится то я буду знаете что делать я хочу просто даже они для того чтобы кому-то доказать для того чтобы самой в очередной раз убедиться в том что это действительно так да что все таки запасы мои складываются не из только того что я накупила что я прям как дурочка накупила столько пряжи мне действительно очень много на дрели и я хочу в этом убедиться я буду считать в процессе разбора пряжи до буду где-то в блокнотике выписывать количество пряжи которую я покупала сама отдельно количество пряжи которого у меня осталось от вязание на заказ потому что это тоже да как бы не мои покупки фактически и отдельно буду выписывать пряжу которую мне одарили мои подписчики и потом где-нибудь в каком-нибудь видео может быть даже и в том я озвучу эти цифры для того чтобы всякие там плохие людишки утерли себе нос или не утерли мне совершенно без разницы я в этот раз действительно буду делать просто для себя ну чтобы действительно убедиться что я не заблуждаюсь в этом хотя я уверена в том что не заблуждаюсь но просто вот на самом деле увидеть эти цифры и осознать осознать эти цифры вот значит контейнеры в любом случае засветится в каком-то из следующих видео да если я даже не буду снимать на видео про организацию то где-нибудь все равно уже готовы результат покажу как это все выглядит и в принципе все что я хотела вам сегодня рассказать опять длинное видео молодец люблю я длинное видео смотрите поэтому сама стараюсь такие снимать для вас все у меня на этом все осталось у меня получается как я уже сказала 13 но уже муж как 12 дней 7 часов вечера сейчас а 12 дней на воплощение моих планов да по табличке которые вам сегодня показывала и что надо приступать к работе время не ждет работы много и нельзя терять не минуты поэтому спасибо вам большое за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал ставьте себе колокольчик уведомления для того чтобы знать когда вышло новое видео я стараюсь выкладывать видео ежедневно пока у меня есть на этой силы ну а мы с вами совсем скоро увидимся в следующих видео и пока-пока союз гляньте а стены и и и и и и и и